Токарик на фонуке Если есть желание корректно ее восстановить, смотри видео «Универсальный метод восстановления нулей в фонук». Чтобы восстановить нули осей X и Y, делаем следующее. Выбираем осевой неприводной блок, самый обычный и стандартный. Например, вот такой и никак не такой. В корректор выбранного инструмента прописываем нули. Выбираем систему координат, например, G54, и в ней тоже прописываем нули по X и Y. Вытаскиваем инструмент из инструментального блока. Далее в абсолютных координатах приезжаем в точку 0 по X и Y. Устанавливаем основание магнитной стойки с индикатором на шпиндель. Рабочей частью индикатора прижимаемся к внутренней части цилиндра выбранного блока. Подъезжаем по оси Z, если это необходимо. Таким вот образом. Вращаем шпиндели, проверяем биение. Двигая по осям X и Y, добиваемся максимальной соосности осевого блока и шпинделя. Так, устанавливаем на 0. Потом берем брусок и переворачиваем. О боже, нет, что случилось? Индикатор показывает минус 13 соток. Ставим обратно. Обратно 0. Переворачиваем. Минус 18 соток. То есть на две десятки. Переворачиваем. Индикатор вообще отошел. Берем стойку, переворачиваем. Десятка. Бабки индикатором на магнитной стойке не обкатывать. А если и обкатываете, то на жесткой, на очень жесткой оправке с минимальным вылетом. Ну и все равно надо как-то учитывать возможные отгибы-прогибы. В общем, такой способ не рекомендуется. В общем, магнитная стойка с индикатором должна иметь минимальный вылет. В идеале выбирать стойку с минимальной длиной звеньев. А вообще, более верным решением будет сжать индикатор в шпинделе. С помощью, например, разрезной переходной втулки. И проверять соосность без использования магнитной стойки. Ссылку на видосы о переворачиваниях магнитных индикаторных стойок оставлю в описании. Итак, нашли соосность шпинделя и инструментального блока. Найденная координата по Y, если он есть, и будет нулем. Обнуляем через параметр 1815-bit APZ, как видео про вертикальные фрезерные станки. С X чуть сложнее. Есть два варианта. Первый вариант. Необходимо запомнить выше или ниже находится координата по X от AC шпинделя. И на сколько. Потом уехать в машины 0 и опуститься или подняться соответственно на запомненную величину. И обнулиться уже там. Также через параметр 1815. Второй вариант. Просто меняем в системе координат EXT. X таким образом, чтобы в точке соосности осевого блока и шпинделя в абсолютных координатах по X отображался 0. Если что, значение в EXT по X является расстоянием между координатой машинной и абсолютной. С точки зрения определений, лучше конечно его не менять. Однако, если у вас там дробная величина, скорее всего ее кто-то трогал уже до вас. А значит особо хуже уже не будет. Значение в EXT должно быть прописано в мануалах к станку. Кстати, тут же нарисовано, что блок осевой надо выкатывать без использования индикаторной стойки, а зажав сам индикатор в шпинделе. При обнулении вертикальной оси через параметр 1815, ось под своим весом может провиснуть при перезагрузке. Зависит в основном от того, насколько оборудование старое и в каких условиях эксплуатировалось. Поэтому процедуру возможно придется повторить несколько раз. Справились? Мы молодцы. Если есть система привязки инструментов, калибруем ее по новой.